Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Это Жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Ну и также мы продолжаем наш марафон, как только под этим видеороликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий ролик, так что дерзайте. Ну что же, сегодня у нас интереснейшие матчи. Сегодня у нас, во-первых, главная новость дня. Узнаем ли мы, выйдем ли мы в финал Лиги Чемпионов. Также у нас сегодня интересная игра против Тоттенхэма, выездная в чемпионате Англии, домашняя против Брэнфорда и финал Кубка Англии. Мне кажется, Манчестерин этот больше как-то нацелен на этот трофей, потому что они сильно там не борются сейчас ни за Лигу Чемпионов, ни в чемпионате. Уже вряд ли поборются за первые два места, но и в принципе за чемпионство. Поэтому вот какой-то трофей им нужно зацепить. Это именно будет Кубок Англии, да и тем более они в прошлом году проиграли в финале именно нам. Поэтому у них как-то больше, мне кажется, будет мотивации нас обыграть, взять реванш. У нас как бы ну просто показать свой футбол. Состав у нас, естественно, улучшился с прошлого сезона, поэтому давайте посмотрим. Сейчас у нас игра против Тоттенхэма, мы играем на выезде против пятой строчки. Лидерство у нас хорошее в 9 очков, в принципе там уже вряд ли мы со второй строчки ниже второй строчки опустимся. Вот за первую будем бороться, поэтому ждем когда-нибудь Ливерпуль, надеюсь, оступится, как это было в середине сезона. Ну и посмотрим на наш состав. Ну что же, состав на ваших экранах, заменю только Костагне в старте и в принципе все. Ну и Вардию также вместо Лаутар Мартинса, у которого еще 4 дня травмы. Поэтому Тоттенхэм против Лестера, это английская премьер-лига, поехали. Итак, Тоттенхэм Ходспурт Стадиум, Тоттенхэм принимает Лестер Сити в рамках английской премьер-лиги, поехали. И это 1-0. И это Джейми Варди. 64-я минута, Варди вышел в стартовом составе из-за травмы Лаутаро Мартинеса. И вот так вот неплохо получилось добить этот, так сказать, угловой. Мэдисон голевую передачу на себя оформляет. И вот в ближний, нижний угол забивает Джейми Варди. Дейли Али уходит с поля, его меняет Бергуэй. Минимальная победа Лестера на Тоттенхэм на выезде, благодаря единственному забитому мячу Джейми Варди. Мы выиграем в важном, так сказать, для себя матче английской премьер-лиги. Но по некоторым показателям все-таки мы наиграли на эту победу. После 36-го тура мы все так же на второй строчке. Два очка у нас отставания до Ливерпуля. Ну и все. У нас осталось вроде там два матча еще в английской премьер-лиге. Насрано еще сбрасывает со счетов, говорит Мэдисон. А, это еще с Зенитом, я думал, в принципе, про английскую премьер-лигу. Диди может перейти в Тоттенхэм. Вот такие слухи пошли. Ну что же, выйдем мы сейчас так же, я надеюсь, с основным составом. Как там Лаутаро, один день ему еще на травме. Так, ну что-то хури будет играть, как мы видим. Будет играть Айоза Перес. Ух, тут как вы посмотрите просто. Выйдут он, скорее всего, Куаглярелла и Тэми Абрахам. Потому что больше мне действительно некого выпускать и некому играть. Поэтому, вот как-то так. Вместо Регилона Гомеса выпущу. Вместо Санчеса давайте Саюнцу. Ну вот как-то так. Но придется нам играть с таким составом. Дома. Лестер-Сити против Зенита. Выпускаем уже даже наших воспитанников. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум. Лестер-Сити против Санкт-Петербургского Зенита. Ответная игра в полуфинале Лиги Чемпионов. Поехали. Вот и Куаглярелла наш. Воспитанник. Вы представляете, если сейчас он что-то сотворит. Для него ведь дебют сразу же. Ни разу не выступал за Лестер. Нигде ни в кубке, ни в каком. А сразу же его пуляют в стартовый состав. Замечательно. В стартовый состав в полуфинале Лиги Чемпионов. Ерохин, мой земляк, забивает нам. Шестая минута. Мы пропускаем от Зенита дома. И теперь нам в нужном порядке надо забивать два мяча. Потому что мы ни одного мяча на Газпром-арене не забили. И все. Финальный свисток. И мы вылетаем из Лиги Чемпионов в полуфинале от Зенита. Как бы это смешно не звучало. Но даже за Лестер мы помогли как-то Зениту, которым у нас есть еще одна параллельная карьера, выйти в финал. Но у нас не получилось. Держали мяч большинство времени. Но что-то не получилось. Вот это первая же причем атака Зенита в этом матче, который все решило. И будет Зенит играть в финале против Манчестер-Сити, который мы обыгрывали по ходу сезона. Ну вот просто замечательно. За два сезона у нас не получилось с Лестером выйти даже в финал Лиги Чемпионов. Даже здесь за два сезона получилось с Зениту выйти. Ну, кстати, мы вроде и в карьере за Зенит. За два сезона доходили за Зенит до финала. Правда, там проиграли ПСЖ. Манчестер-Сити нам предлагает работу. Ну, сейчас бы перейти прямо сейчас, а не с третьего, так сказать, сезона. Но это очень обидно. То есть остался только вот у нас шанс за Зенит выиграть Лигу Чемпионов за четыре сезона в параллельной карьере. Ну, будем смотреть. Ну что же, вот таким составом мы выйдем против Брэндфорда. В чемпионате Англии у нас осталось только два турнира. Это АПЛ и Кубок. В Кубке мы играем в финале. Но в английской премьер-лиге надо, чтобы за два матча один хотя бы Ливерпуль проиграл. А нам надо два матча обязательно выигрывать. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум. Лестер-Сити против Брэндфорда. Это английская премьер-лига. Поехали. И отлично. 1-0. 12-я минута. Лаутара Мартинес аккуратную сквозную передачу на Тима Вернера отдает. И немец забивает и открывает счет в сегодняшнем матче. И все. Финальный сесток. Минимальная домашняя победа Лестера над Брэндфордом. Тима Вернер открыл счет. И оказалось, что это был его единственный в принципе забитый мяч у Лестера в сегодняшней встрече. И единственный, кстати, удар в створ. Ну и Вернер стал игроком матча. Но сейчас смотрим, как Ливерпуль сыграл свою игру. Ливерпуль. 4-2 обыграли Шеффилд. И получается все решится у нас в последнем туре. Я не знаю, если даже тут у нас равенство будет очков. Если Ливерпуль сыграет в ничью, то они все равно будут выше нас. Потому что когда я их обыгрывал дважды, мы сравнивали с ними, то по равенству очков они оказались выше нас. Поэтому как-то так. Ну что же, по Ундеру приходит предложение. Мы отклоняем Порду. Хотелось 28 миллионов. Вильяреал снова с предложением по Шмейхелю. А я так давайте предполагаю последний выпуск сегодня. В принципе, у нас там остается один матч. Раз мы не вышли в финал Лиги Чемпионов, я предполагал в следующем выпуске сделать всего лишь два матча. И мы бы как бы подвели итоги. А так я сделаю все в один выпуск. То есть сейчас мы и с Манчестером сыграем, и с Борнутом, и закончим в принципе сезон. Давайте переходим к финалу Кубка Англии. Хотя бы может быть этот трофей у нас получится снова выиграть. Вот мы видим. Мэдисона не будет в старте, будет Барнс, у которого тоже что-то ниже среднего. Поэтому все, вот таким составом мы выходим. Капитанскую я все-таки, наверное, Адама Лаутару Мартинесу. Все-таки он очень большую работу провел в Лестере. И поэтому, мне кажется, заслуженно, если мы выиграем, он поднимет трофей над головой. Лестер против МЮ. Финал Кубка Англии. Поехали. Итак, Уэмбли Стэдиум. Лестер против Манчестера Юнайтеда. Финал Кубка Англии. Последний для нас трофей, в котором мы... Точнее, турнир, в котором мы можем завоевать трофей. Вряд ли в английской премьер-лиге. Там Ливерпуль сейчас проиграет свой последний матч. Они будут сейчас на него действительно настроены. Поэтому посмотрим. Может быть, вообще без трофеев у нас закончится сезон. Узнаем. И все-таки мы пропускаем. 54-я минута. Антони Марсиаль выводит Манчестер Юнайтед вперед. И Тэми Абрахам забивает. Сравнивает счет. 80-я минута. Заменили мы его, выпустив его вместо Лаутаро Мартинес. И вот Тэми Абрахам забил в финале Кубка Англии и сравнял счет. И будет дополнительное время у нас. 1-1 после основного. Один единственный удар в створ у Манчестера Юнайтед. Поэтому им просто... Ну вот опять же, что-то да и повезло. И мы пропускаем. Эдинсон Каланец забивает. Вот снова же от вратаря. Причем атака это началась. Поэтому все. Мне надо теперь все силы как-то вот бросать вперед. Ну и все. Финальный свисток. Манчестер Юнайтед все-таки взял реванш за прошлый год. Обыграли нас в финале Кубка Англии со счетом 2-1. Наши 10 ударов 5 в створ против их 2 ударов в створ. 2 удара в створ, 2 гола. Замечательная статистика для Манчестера. Ну а мы проигрываем в финале. И теперь у нас вообще минимум шансов на трофей. Если Ливерпуль проиграет в своей последней игре в английской премьер-лиге. А мы вот обыграем дома Бормут. Итак у нас переговоры. Джейми Варди хотят купить в Манчестер Юнайтед. Отклоняем. Диди хотят купить и в Тоттенхэм. Отклоняем. Ну и вроде все. Да. В принципе это все. Да. Ну и у нас осталась последняя финальная игра в английской премьер-лиге. Я могу посмотреть какой-нибудь там не знаю календарь. С кем сейчас будет играть Ливерпуль. Так Ливерпуль будет играть кстати в свой финальный матч дома. Но против Челси. Челси сейчас идут на седьмой строчке. Но я не знаю вдруг что-то да и получится. И если мы обыграем Бормут мы можем стать чемпионами Англии. Ну просто вот вдруг. Вот просто вдруг так получится. Вот таким составом мы выходим. Самый у нас боевой заряженный. Лестер Сити против Бормута. Формы. Формы надо поменять. Сейчас у Бормута какая-то прям сильно. Вот. Вот это нормальная. Лестер Сити против Бормута. Финальная игра. Поехали. Итак. Кинг Пауэр Стадиум. Лестер Сити принимает Бормут в рамках 38 тура английской премьер-лиги. Последний матч сезона. Поехали. И мы пропускаем. 51 минута. А я сейчас нажимал на то чтобы Анана выходила из ворот. И снова это началось все от вратаря. Я не понимаю почему такие вот баги. Какие-то скрипты. Но срабатывают в проэволюшене. И все-таки мы забиваем и сравниваем. 8-7 минута. Счет 1-1. Нам нужна только победа. Поэтому будем еще дожимать. И все. Финальный свисток. Счет 1-1. А это значит, что Лестер не становится чемпионом Англии. Мы проиграли во всех турнирах, в которых только участвовали. Не выиграли ни Кубок Англии. Ни Лигу чемпионов. Ни английскую премьер-лигу. Ну а кстати Ливерпуль разгромно проиграл Челси. Поэтому нам просто надо было обыграть Бормут. Что у нас и не получилось. Очень обидно конечно. Я не знаю если мы даже... Кстати. Я не понял почему. Там да. В 2 очка все. В 2 очка. Да, было. Поэтому минимальное отставание до Ливерпуля. Очень обидно. Но нам надо было обыгрывать Бормут. И вот это все опять скриптованный гол от вратаря. Который начинался. Ну вот как-то так. В сборную сезона попал Лаутар Мартинес и Тима Вернер. Из Лестер-Сити. Все. Так. Канате получил роль лидер. Замечательно. Итак. Нам предлагают работать в Селтике. Мэдисон и Вернер попали в сборную месяца. По тренировкам Канате единичку добавил. И все. Из стартового состава. Итак. Канану хотят вернуть в Тоттенхем. Приходит предложение. Канате хотят забрать в Вольфбург. Ну и все по предложениям. Итак. По обновленным рейтингам. Лестер теперь занимает 15 место. Не помню. Вроде какое-то 24 место. Примерно место занимали по ходу прошлого сезона. Ну вот. Поднялись. Рикардо Перейру хотят забрать в Манчестер Юнайтед. За 40 миллионов. Так. Ну у нас последний матч против Фолдбойсов. Мы хотя бы их смогли обыграть минимально. Ну и все. На этом мы завершаем в принципе нашу карьеру за Лестер-Сити. Два хороших таких интересных сезона. Мне понравилось на самом деле взять вот такую команду средненькую. Добиться с ней каких-то хороших действительно успехов. Мы выиграли напомню в прошлом сезоне Лигу Европы и Кубок Англии. В этом сезоне серебряные медали английской премьер-лиги. Поэтому мне кажется все у нас хорошо сложилось. И мне кажется за три сезона бы что-то да получше и вышло. В итоге Лигу Чемпиона выиграл Манчестер-Сити. 3-1 они обыграли Зенит. Лучшим бомбардиром стала Гуэра. На второй строчке Лаутаро Мартинес. 11 забитых мячей. Ну и лучшим ассистентом стал Де Йонг. Ну и Лаутаро Мартинес тоже на второй строчке. Здесь 5 голевых передач. Лигу Европы выиграл Атлетик Мадрид в финале обыграв минимально Интер. Ну и по английской премьер-лиге лучшим бомбардиром стал Лаутаро Мартинес. 20 забитых мячей. Получает он свою золотую бутсу. Лучшим ассистентом стал Бо Чельсо. Но у нас здесь кстати Тиму Вернер на четвертой строчке. 10 голевых передач. Ну сборную сезона вы уже видели. И давайте по индивидуальным титулам тоже пробежимся. Алисон игрок сезона кстати. Лаутаро Мартинес получает золотую бутсу. В Кубке Англии лучшим бомбардиром стал Марсиаль. Он в финале нам вроде как раз и забил. Ну и у нас кстати Варди и Барнс по 3 забитых мяча. Ну и лучшим голевым ассистентом, наверное так правильно будет сказать, стал Даунинг из Блэкбурн Роверс. Но у нас кстати Варди, Чудхури, Мартинес и Вернер по 2 голевые передачи отдали. В сборную турнира попал Варди, Айоза Пересен, Диди и Барнс. 4 аж игрока из нашей команды. Ну и на этом все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Я так понимаю он будет долгий этот видеоролик. Но в любом случае большое всем спасибо за эти плодотворные 2 сезона. За Лестер Сити, которые вы смотрели, поддерживали команду. Огромное всем спасибо. На этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол Этажи. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok